Всем добрый-добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у нас с вами будет интересное видео. Будет обзор бюджетной, классной, качественной косметики до 500 рублей. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в этом видео будет невероятно классный крем, который продается в вашей ближайшей пятерочке. Буду рад, если вы поддержите это видео лайком, вашим комментарием и, конечно же, вашей подпиской. Ну а мы начинаем. Здесь с вами вот такая картинка с косметикой. Давайте начнем по порядку с очищения. Я уже показывал в предыдущих своих видео про белорусскую косметику. Это была их новинка. Это гидрофильный гель для снятия макияжа с чаем матча. Я уже говорил, что он плохо смывает стойкий, тяжелый, водостойкий макияж. Но пудру, биби-крем, легкий, знаете, такой повседневный макияж, с ним он справится. Стоит он до 300 рублей. Данное средство не щипит глаза, не раздражает кожу, не вызывает каких-то прыщей, покраснений, знаете, ну, всяких неприятных ощущений на лице. Пахнет довольно приятно. Точнее, пахнет он даже, наверное, ничем, просто косметикой. Итак, друзья, хочу вас попросить, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ваши любимые гидрофильные средства, бюджетные, для снятия макияжа. Потому что на сегодняшний день у меня таких нету. Чем вы смываете макияж, помимо, конечно же, мицеллярных вод? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Обсудим. Ну, а я протестирую. После того, как мы начали смывать гидрофильные средства, после них мы обязательно должны взять пенки, либо гели. Здесь у меня аптечная марка Адерма. Я ее уже показывал. Это очень и очень экономичное средство, которое вам хватит на полгода, если не больше. Значит, она не сушит кожу, не раздражает ее, не стягивает ее. Идеально подходит для комбинированной кожи, так как она чуть-чуть подлечивает какие-то воспаления, но не пересушивает их. Значит, стоит она от 300 до 500 рублей. Может и дороже, но это все зависит от скидов на Валберес, потому что я их покупал только на Валберес. Я обязательно все ссылочки оставлю внизу, в описании под видео, поэтому заглядывайте. Прекрасно пенится, опять же, не сушит, не стягивает. Рекомендую. Также хочется что-то посильнее, например, скраб. Здесь у нас с вами маска Эксфолиант. Это от бренда Билита Витекс, линейка Люкс Скары. Я про нее уже рассказывал. Это такой гель с небольшими гранулками. Как маленькие-маленькие икриночки. Как нужно пользоваться этой маской, скрабом, пенкой. Мы наносим ее на все лицо, как маску. И ждем не как здесь написано 2 минуты, а желательно действительно подождать 5 минут. Когда вы начали ее смывать, вы чувствуете, как маленькие икриночки превращаются в легчайший, в невесомый скраб. Тем самым вы и смываете гидрофильные средства, и мицеллярную воду, и очищаете кожу. Это средство не пересушивает кожу, не стягивает ее, не щипит, не вызывает раздражения. Здесь гелево-кремовая текстура, которая не создает обильной пены, но при этом идеально смывает и гидрофильные средства, и остатки макияжа. Пользоваться данной маской, кремом, гелем, пенкой лучше, конечно, не каждый день, а то действительно вы можете пересушить кожу. Лучше через день и вечером, чтобы, скажем так, закрепить результат и очистить кожу лица. Опять же, дорогие друзья, обращаюсь к вам за помощью. Напишите, какие ваши любимые и работающие тоники, тонеры бюджетные для лица. Пишите в комментариях, обсудим, а я протестирую. Здесь у меня, опять же, показывал в каждом видео про бюджетную косметику, это лосьон салициловой от бренда Propeller. Это моя, не знаю, наверное, десятая баночка. Опять же, прекрасно выравнивает тон кожи, не пересушивает ее, не иссушает, не вызывает шелушений, не вызывает покраснений, не вызывает раздражений. Если есть какие-то мельчайшие, знаете, такие высыпания, все подлечивает. Пользуюсь и утром, и вечером, прекрасно очищает кожу. Это действительно то средство, которым я пользуюсь, наверное, каждый день. Что же касается регуляции вот этой вот себумы на лице, честно, не заметил, но воспалений стало меньше на комбинированной коже. Поэтому, дорогие друзья, стоит это средство 80 рублей. Хватает на 2 месяца. Дальше у нас средство идет более питательное, более увлажняющее. Это бренд Белита. У нас с вами есть эссенция, тоник для лица, очищение, питание. Не знаю, что он там очищает, но питает действительно. Это с коэнзимами Q10. Значит, это, кстати, приятно пахнет, такое молочко. Давайте покажу. Значит, что оно делает? Оно просто увлажняет, питает кожу, выравнивает ее, убирает шелушение и покраснение. Честно, это средство я наношу обильно на все лицо и использую его дома как крем. Или, например, если у нас на улице с вами лето, жарко и как бы не хочется перегружать кожу, особенно комбинированную. Нанесли таким, знаете, обильным толстым слоем на лицо. Все, что коже надо, она сама возьмет. Все, что на коже останется, можно промокнуть обычной салфеточкой. И это у нас с вами небольшой крем. Поэтому здесь даже два в одном. И тонер, и крем, и все что угодно. Идеальное средство, экономичное. Я пользуюсь на самом деле часто, но почему-то оно у меня до сих пор так и не заканчивается. Стоит он в Magnent Cosmetic, по-моему, 200 рублей. Возьмите на заметку. Опять же, хорошо для сухой кожи, но сухая кожа съедает вот этот прекрасный тонер, гель, лицензию, крем. Просто в какие-то считанные секунды. А комбинированная кожа, скажем так, цедит, получает весь вкус от вот этого прекрасного средства. Поэтому берем на заметку хороший бюджетный тонер, который еще и экономичный. Следующее будет средство спасительное, если у нас с вами вдруг возник фейерверк на лице. А такое быть может, особенно, друзья, с комбинированной кожей. Помимо того, что у нас есть с вами аптечные средства, которые подлечивают и подсушивают прыщички, про них будет в отдельном видео, обязательно расскажу и покажу. Ну а на помощь нам приходит маска, начиная от бренда Апью с чайным деревом. Она прозрачная, опять же, я показывал в каждом видео. Стоит она в зависимости здесь уже от скидки вашей и каких-то скидок подружки. Она может стоить и 300 рублей, и 400 рублей, и 500 рублей. А может все и 200. Поэтому здесь уже как попадется. Наносим ее на все лицо, на ночь. На утро кожа увлажненная, без покраснений. Конечно же, она подлечивает. На утро прыщиков и каких-то мелких высыпаний не будет. Большие всякие вот неприятности она начнет подсушивать, но за одну ночь она, конечно, их не вылечит. Я использую эту маску следующим образом. Я наношу ее два раза в неделю для профилактики. На все лицо. И так я делаю два раза в неделю. Честно, воспалений, опять же, стало меньше. Сказать, что она подсушивает кожу, стягивает ее, нет. Абсолютно никаких дискомфортных ощущений нет. Все очень комфортно, увлажненно, скажем так, и без всяких неприятностей. Поэтому хорошая маска. Вот, можно локально, можно на все лицо. Рекомендую, проверено лично, поскольку это уже, опять же, баночка, наверное, десятая точка. Что же касается очищения. Здесь, опять же, дорогие друзья, снова и снова обращаюсь к вам за помощью. Посоветуйте, пожалуйста, маски, скрабы, которые очищают кожу. Например, там, от черных точек. Потому что у меня из бюджета, к сожалению, нашлась только одна. И это маска чистая линия, простая. Маска черная. Вот такая вот, которая не заканчивается. Сказать, что она творит какие-то чудеса с кожей, я бы не сказал бы, потому что, ну, черные точки, ну, чуть-чуть что-то там высветляет. Сказать, что она что-то там подлечивает, подсушивает? Нет. Что она, вот, очищает прям вот, вау, и вы снова проснулись, принцессы, диснея. Нет. К сожалению, нет. Поэтому, ну, бюджетная маска 150 рублей или 100 рублей. Опять же, смотря, какие акции, где покупать. Вот, ну, маска очищающая. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть хорошие, работающие маски, которые очищают кожу, бюджетные, пишите в комментариях, а я протестирую. И снова, дорогие друзья, маска, сейчас я покажу. Это новинка от бренда Vitex. Маска желе ночная. Ее можно использовать как крем, она несмываемая. Это у меня третья бутылочка. Да, третья. Значит, она выглядит следующим образом. Вот так она выглядит. Ой. Прозрачная, немножко такая, знаете, персиковая. Абсолютно ничем не пахнет. Наносим ее на все лицо, вместо крема на ночь. На утро кожа увлажненная, напитанная, без покраснений. И есть небольшой такой лифтинг эффект, то бишь, нет отечности. Сразу скажу, что такие маски ночные, желе, да, которые мы наносим на ночь. Например, как знаменитая маска тыквенная от бренда To Cool Food School. У меня после нескольких применений появились подкожники. Действительно, на комбинированной коже такие ночные маски, которые мы используем как крем на ночь, да, могут на комбинированной коже вызывать подкожники и прыщи. Что же касается вот этой маски. Это третья маска, дорогие друзья. Повторюсь. Я пользуюсь ей, наверное, через день, если не каждый день, потому что мне, ну правда ли, не его наносить какие-то крема, вот просто лень. Я наношу эту штуку. Все. Идеально. Все прекрасно. Все замечательно. Никаких прыщей. Никаких подкожников. Радуюсь. Но есть один минус. Если вы уснете на боку в этой маске до того, как она чуть-чуть хоть впитается в кожу, вы можете прилипнуть к подушке. Это да, это маленький такой минус. Но опять же, повторюсь, увлажненная кожа, напитанная, без каких-то прыщей, абсолютно подходит для любого типа кожи. И стоит она, дорогие друзья, в магазине белорусской косметики 155 рублей. На сайте Valberis она стоит 180, ну 200 рублей. Хватает ее, если ее, ну, наносить очень экономично? Может хватить на месяц. Но я, как человек с довольно немаленьким лицом, я ношу ее очень обильно на всю лицо, шею. Поэтому она у меня закончилась за неделю. Да, за неделю она у меня закончилась. В общем, дорогие друзья, рекомендую, берите на заметку, протестируйте. Потом напишите в комментариях. Что же касается крема для глаз, бальзама для губ, да, вот какие-то такие средства. Бальзам для губ я обещаю, я вам сниму отдельный ролик, потому что это моя одна из любимых тем. Что же касается крема для глаз, честно, не всегда ими пользуюсь. Я пропускаю этот уход. Потому что я не знаю, какой крем лучше, что купить. Кожа под глазами, ну, реактивная все-таки лично у меня. Поэтому, опять же, дорогие друзья, какие ваши любимые крема для глаз? Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы протестировать, чтобы посоветовать. Но покажу одно средство, которое неплохое, которое аж 2-3 в 1. Это средство от бренда Белита эффект салонных процедур, эффект нидлинга для кожи вокруг глаз и губ. Я про него уже говорил, что как средство для глаз, ну, обычное. То есть сказать, что у вас прям все разгладится, морщиночки. Нет, просто зона под глазами будет увлажнена. Не более того, как. Я использую это средство исключительно как маску или бальзам для губ. Вот и все. Убирает шелушение и все. Увлажняет, питает кожу губ. Просто хорошая, такая, знаете, довольно большая, 30 миллилитров. Такой, знаете, хороший бальзам, как говорится, для губ. Затем это средство я иногда наношу на крылья носа, знаете, вот где есть какие-то шелушения, знаете, так локально. Тоже убирает шелушение прекрасно. Поэтому вот такое вот маленькое сос-средство, которое, ну, можно и под глаза, и на губы, и на какие-то, знаете, вот шелушения на лице. Сказать, что я его повторю, нет. Но же 150 оно стоит. Опять же, в зависимости от ресурсов, на которых вы это покупаете. Ну, хорошее средство, попробовать можно. Итак, дорогие друзья, переходим с вами к кремам для лица. Значит, здесь новинка. Я сам от себя не ожидал, что я куплю такое средство. Это черный жемчуг. Да, дорогие друзья, это новая их линейка. Крем-скульптор для шеи и лица. Вот такая вот штука. У них есть умывалки сейчас, тоники, креман там от 40+. И вот такой вот крем-контур лифтинг. Вот с такой помпой. Он у меня уже, естественно, заканчивается. Значит, что я с ним делаю? Наношу его на ночь. Я очень боялся, что у меня будут какие-то неприятности на лице. Значит, наношу это средство уже в течение месяца, дорогие друзья. Эффект здесь, конечно же, не пролонгированный. То есть, просто эффект, он есть, но потом как бы он куда-то исчезает. Да. Значит, я наношу это средство на все лицо. Абсолютно. Не только вот на эту зону, не только на шею. Абсолютно на все лицо. На ночь. На утро кожа у нас с вами ровная, напитанная, увлажненная. И, слава богу, без каких-то либо вот неприятностей на лице. Отеков становится меньше, кожа разглаживается и действительно подтягивается. Дорогие друзья, если вы думаете, что это средство спасет вас от морщин на шее, колец венеры на шее, нет, не думайте. Это средство вам, конечно же, не поможет. Но немножко визуально подтянуть, разгладить вот эту зону и зону под глазами. Это средство вам поможет. Поэтому использовать его, например, утром для комбинированной кожи будет тяжеловато. А вот для сухой кожи и нормальной использовать этот крем утром самое то. Для комбинированной кожи желательно использовать этот крем на вечер. Можно и каждый день. Я использую его вечером каждый день, поэтому он у меня и закончился. Поэтому идем в магазин и покупаем. Никита, не забудь. Ну и, наконец-то, тот самый крем, который продается в вашей пятерочке, дорогие друзья. Вы сидите, надеюсь, вы сидите, правда. Потому что сейчас вы узнаете цену этого крема. Барабанная дробь – это вот такой вот гиалуроновый крем от бренда «Весна». Старая упаковочка, новая упаковочка. И еще две упаковочки. Этот крем продается в вашей ближайшей пятерочке, дорогие друзья. Внимание, внимание. Стоит он 21 рубль. 21 рубль он стоит. Я его купил за 21 рубль. В другой пятерочке у себя почему-то на районе я его видел за 40 рублей. Дорогие друзья, это просто фаворит. Дайте ему, пожалуйста, косметический «Оскар». 40 рублей, дорогие друзья. Простой, базовый увлажняющий крем, который подходит абсолютно любой коже. Вот абсолютно, дорогие друзья. Он должен быть у каждого. Он должен быть у каждого визажиста. Абсолютно простой белый крем, который увлажняет кожу, убирает шелушение, убирает покраснение. Да, вы скажете, «Никита, на комбинированной коже такие крема могут забивать поры». А я вам и отвечу. Если бы этот крем за 21 рубль или за 40 рублей забивал бы поры и вызывал бы прыщи и подкожники, я бы не купил бы три тюбика. И у меня бы до этого еще бы четыре не заканчивались бы. Крем не вызывает на комбинированной коже ни подкожника. Не прыщей. Ничего подобного у вас на коже не будет. Комбинированная кожа его принимает. Косметика на этот крем ложится ну просто идеально. Его можно использовать и утром, и вечером, и каждый день. Этот крем дружит с любыми сыворотками. Замечательный, прекраснейший крем, дорогие друзья. 21 рубль. 21-40 рублей. В вашей ближайшей пятерочке, дорогие друзья. Вот просто купите его за 20 рублей или за 40. И обязательно расскажите о нем в комментариях. Потому что вот у меня кожа реактивная, комбинированная. И на всякие такие непонятные средства она реагирует, ну, очень так, знаете, своеобразно. Поэтому сходите, купите, протестируйте и напишите свой отзыв, как вам такой вот оскароносный крем. Дорогие друзья, ну вот и все. Это была моя личная подборка работающих бюджетных средств до 500 рублей. Я благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы с вами увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok